Сегодня не сдавайся три. Очень распространенное заблуждение состоит в том, что страшно поставить перед собой цель и ее не достичь. Многие в бизнес заходят с мыслью, что он непременно разбогатеет и он ставит такую цель перед собой. Но в первые дни, недели, месяцы не очень-то и получается. Поэтому страх перед неудачей, страх не достичь цели начинает превалировать над человеком, начинает давить и он бросает и выходит. Истина состоит в том, что самое главное и самое страшное состоит вовсе не в том, что ты не достигнешь цели, а в том, что ты ее не пытаешься достигнуть. Самое страшное поставить цель и не пытаться ее достигать. Если вы вступили в бизнес под названием сетевой, это значит вы вступили в борьбу. И борьба это с самим собой, это самая главная мысль, которую надо понять. Себя надо делать, себя надо преодолеть, себя надо победить. И в себе нужно победить страх. Страх. У меня есть книга. Книги Великой Вече. Интернет, книги. У меня есть книга, она называется «Как стать миллионером? Продавая недвижимость». Написал ее человек по имени Гарри Теллер. И вот что он пишет, я хочу поделиться с вами. Он говорит, что страх перед неудачей очень сильно распространен в мире. Ученые даже придумали ему название. Называется «какоррофеофобия». Какоррофеофобия. Вы не повторите сразу. Какоррофеофобия – страх перед неудачей. Особенно публичный. Основная проблема для большинства, как я уже сказал, – это страх. И он пишет, этот парень, Гарри, этот Келлер. Он пишет, что когда я был ребенком, родители повесили в моей спальне плакат, который назывался «Портрет победителя». На этом плакате был приведен список. Я хочу вам его прочитать. Поэтому я их книгу не буду использовать. 1832 год. Потерпел фиаско в бизнесе, банкротство. 1832 год. Потерпел поражение на выборах. 1834 год. Потерпел фиаско в бизнесе, банкротство. 1835 год. Умерла невеста. 1836 год. Нервный срыв. 1838 год. Проиграл местные выборы. 1843 год. Потерпел поражение на выборах в Конгресс США. 1848 год. Потерпел поражение на выборах в Конгресс США. 1855 год. Потерпел поражение на выборах в Сенат США. 1856 год потерпел поражение на президентских выборах, будучи кандидатом на пост вице-президента 1858 год потерпел поражение на выборах в Сенат США Но если бы мы остановились на этом месте, то мы бы никогда не узнали самого главного 1860 год избран президентом Соединенных Штатов Америки Конечно, речь идет об Аврааме Линкольне Этот парень говорит, что он благодарит Бога за то, что родители повесили этот плакат в его спальне И он вырос с ним, теперь это другой человек, миллионер Он говорит, что самая удивительная мысль для него состоит в том, что пока ты не сошел с дистанции, ты не проиграл Если бы Линкольн сошел с дистанции в каком-то году, его имя сейчас бы никому не было известно Но он продолжал, несмотря на все свои страшные поражения Вот история учит нас только одному, если сегодня у тебя провал, поражение, неудача, если сегодня у тебя не получается, то завтра тебя ждет победа В обязательном порядке, при условии, если ты не сдаешься Если ты продолжаешь История учит, что за неудача и успех, как правило Я уже говорил про Томаса Эдисона, я уже говорил про Черчилля, я говорю вам про Авраама Линкольна Я могу вам рассказать множество примеров, когда ключевым фактором успеха является упорство Не сдаваться, не сдаваться, ни при каких обстоятельствах не сдаваться, и ты победишь История Я знаю по книге историю эту Один парень потерпел поражение, занявшись с этим бизнесом В одной из компаний неудачно он вступил, спонсор его обманул, мягко говоря Не научил Ну, короче говоря, неудачный опыт И более того, он еще и впал в долги И пришлось ему вернуться в отчий дом Под крыло папы В возрасте 26 лет, снова, будучи уже на вольных хлебах, самостоятельно живя Он был вынужден вернуться в родительский дом, потому что кушать нечего было И он Снова пошел на свою работу, он был инженером И в семье был изгоем Над ним насмехали старшие братья, сестры И он вот работал своим инженером, пытаясь отдать долги Но однажды его снова, снова какой-то знакомый увлек этой идеей Разбогатеть в сетевом маркетинге И он, несмотря на дававшиеся ранее обещания никогда больше этим не заниматься Снова начал Потому что он не видел выхода другого Потому что он понял, что в этом бизнесе только есть возможность И он начал И он поставил себе цель Он поклялся, что он преуспеет, чтобы доказать отцу, что он не Мекина Что он мужчина, что он сможет И он начал Он выбрал простой метод, один Он взял справочники телефонные и стал по ним звонить Он работал с 8 утра и до 10 вечера каждый день Он оборудовал себе офис в гараже старом у отца дома и начал звонить Подписывался каждый 250 Каждый 250 год он продержал Потом постепенно у него появились другие способы Потом другие методы Через несколько лет он был на Леоне Он увлек за собой людей И он взял своим упорством Каждый 250 подписывался 249 говорили Пошел вон Но он не сдавался Он не сдавался И вы не сдавайтесь Никогда, ни при каких обстоятельствах мы не будем сдаваться И мы победим Помните Если не получается одно Если используя один метод у тебя не срабатывает Ты можешь найти другой Если что-то не работает Значит что-то есть такое, что заработает Ищи, пробуй, знай Есть огромная перспектива в интернете Мы обязательно ее разработаем Эту перспективу и преуспеем Вперед!